Особое мнение на 101FM Валерий Николаевич, давайте сразу со вчерашней темы начнем. Во-первых, о событиях непосредственно, а во-вторых, потом о причинах и последствиях. Накануне должна была состояться пресс-конференция, посвященная установке или желанию установки памятника Сталину в городе Кирове. Провести ее планировалось в диораме в 2 часа дня, но пресс-конференции не состоялось. Что случилось? Ну, в последний момент административные структуры дали команду диораме, руководству. Мы еще будем разбираться с этим, но диорама за час нас предупредила о том, что отказана в проведении пресс-конференции ввиду того, что был соответствующий звонок. Вы не сказали от кого? Нет, нет. Мы же понимаем, что это культурная площадка, и она подчинена Минкульту, и поэтому, скорее всего, через Министерство культуры дали соответствующую команду для того, чтобы остановить, что, мол, это не отвечает профилю данного заведения. Данного этого места. Да, заведения, и поэтому давайте-ка вы, ребята, идите. Так, о чем вы планировали на пресс-конференции рассказывать? Знаете, Света, мы же тоже не с луны упали, и мы отлично понимаем, что на сегодняшний день неоднозначное отношение к Иосифу Виссарионовичу Сталину. Очень неоднозначное. Да, ну, мы это все отлично... И в этой студии, между прочим, неоднократно эта тема поднималась. Да, мы это все отлично понимаем, но мы понимаем и другое. Первое. Исторически Иосиф Виссарионович, он здесь принимал активное участие в 2018 году, и останавливали Колчака и Атамана Семенова. То есть территориально он здесь был? Да, он возглавлял штаб. Они вместе с Дзержинским, они здесь командовали, вот где Дом ветеранов, там табличка, если вы обратите внимание. Да, я знаю. Мемориальная доска она была. На улице Ленина. Да, да, на улице Ленина. И в отличие, скажем, от пермских там коммунистов и рабочих и трудящихся, сумели отмобилизовать наших здесь местных и остановили наступление. Если пермь была взята без единого выстрела, то в данном отношении Киров взять не удалось. Ну, тогда это была вятка. Поэтому мы считаем, что было предотвращено очень большое количество жертв, потому что карательные отряды Семенова, они ставили задачу вообще-то колоссально циничную. Это жалеть патроны, не тупить шашки, а живьем закапывать целыми поселениями. И в Нолинске это для вас неизвестно, но я когда сюда приехал жить в 88-м году, меня водили, знакомили в кунцкамеру, соответствующая информация, и там были исторические факты, когда люди не успевали красный флаг убрать, и все селение просто живьем закапывали. Вот и все. То есть люди копали канавы, и все живьем. Кто остался в селе, без суда и следствия, просто живем закапывали. Поэтому такие вещи были. Но Иосиф Виссарионович удалось объединить штаб, остановить и дальше организовать победное наступление на Колчака и Семенова. Это первый исторический факт. Второй исторический факт, он носит общеполитический и экономический характер. В 52-м году Иосиф Виссарионович написал обобщающую статью о особенностях развития экономики при социализме. И она была опубликована, эта работа, в декабре месяце 52-го. И далее вы знаете, что при загадочных условиях, неоднозначных условиях Сталин умер. Но в 92-м году состоялась экономическая конференция в Рево-де-Жанейро, где экономисты всего мира собрались и сказали, что путь, который намечен рынок, это общество потребителей, это тупиковый путь, это гибель человечества. И искали механизмы спасения человечества. И нашли ее в статье. Да, да, потому что сущность там достаточно серьезная. И на сегодняшний день, я хочу сказать, Путин выстраивает модель, как раз это по сталинской модели, только единственный там вопрос, экономическую модель, я говорю. Единственное различие, что была общенародная у Сталина собственность, а здесь собственность частная. Давайте мы так глубоко все-таки не будем копать. Извините, дорогая моя. У нас немного, немного, Валерий Николаевич, немного времени. Мы не будем копать, я просто обозначаю, насколько это сегодня актуально. Вы говорите о том, что фигура значимая. Очень значимая, и это есть спасение нашего будущего. Подождите, вы на пресс-конференции-то хотели о чем говорить? Мы хотели довести, насколько значимая фигура. Значимая фигура и показать историю этого вопроса, потому что 22 марта была проведена 11 сессия Совета народных депутатов Народного собрания, которая впервые обозначила тему и приняла решение о том, что к 140-летию надо устанавливать памятник. Это народное все же собрание. Затем поддержали эту инициативу, постановление поддержал Съезд Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих Кировской области. Это было на следующий день. Затем было отправлено ходатайство соответствующее, получены соответствующие ответы из городской администрации о том, это уже в апреле месяце, каков порядок проработки этого вопроса. Затем в юбилейном поселке Зониха в центре отдыха был поставлен памятник коммунистами России. Бюст был поставлен на частной территории. Тогда этот вопрос поднимался и было сказано, что раз территория частная, значит, да. А вы-то говорите о другом, вы-то говорите о городе, о городской земле. Я бы говорил о истории этого вопроса и просто событийно, как динамика этого вопроса шла. Затем было проведено консультационные встречи со всеми потенциальными участниками этого процесса, мы считаем, это левый фланг, с КПРФ, с коммунистами России. КПРФ отказалась от участия в этой акции по поручению Народного собрания. И дальше состоялись митинги, где это поручение было уже закреплено конкретно как поручение Родфронту РКРП, Российской коммунистической рабочей партии, коммунистам России. То есть вы объединились? Да, объединились. Вы объединились. Вы скажите, пожалуйста, вот тот вопрос, который поднимался, когда мы говорили про юбилейный, и после юбилейного были озвучены намерения поставить памятник Сталину уже на территории Кирова и чуть ли не на городской земле. Этот вопрос, он как-то сдвинулся в какую-то сторону? То есть нашли участок? Причем в сетях сегодня размещена информация посоветоваться с кировчанами, и предложены те места, которые исторически и были в городе Кирове, и где стоял памятник. У нас в четырех точках стоял. Это городская земля. Ну и что? А вы понимаете, что установка... А мы же говорим, что вот оно разъяснение. Аня, подождите, дорогая моя. Ковалёва прислала ответ, каков порядок выделения городской земли под памятники, и мы должны пройти соответствующие процедуры. Там общественное обсуждение есть в списке тех мероприятий, которые есть? Конечно, есть. Так. Тут есть, вот смотрите, ходатайство, историческая ценность этого вопроса, должны быть архивные документы, копии архивных документов, подтверждающих достоверность событий, эскиз или наглядное изображение, предложение по предполагаемому месту размещения памятника об основании примерного размера земельного участка под памятник. Вот они, все требования, которые у нас в законодательстве есть, и в местном положении. Дальше должны быть, я так понимаю, предприняты какие-то шаги. Это уже процедура у них, да. Да, и должны быть объявлены какие-то общественные слушания. Конечно, конечно. Да. Вы на пресс-конференции должны были вчера вот это вот озвучить. Конечно. Весь порядок. То есть, что получен документ с порядком. Не только получен, но он получен еще в апреле месяце. Что выбраны точки. Да, а что на сегодняшний день продолжает настаивать население о том, что этот вопрос нельзя бросать, а необходимо жестко подходить к выполнению в рамках закона реализации. Валерий Николаевич, а что вы, коммунисты России, будете делать, если общественные слушания скажут нет? Ну, во-первых, у нас уже есть опыт, соответствующий по Слободскому, где четыре улицы, революционных улиц, попытались переименовывать. Ну, подождите, вот слово переименовывать, это не очень правильная технология. Аня, подожди, я не ухожу в сторону. Я не ухожу, не ухожу, не увожу в сторону. Валерий Николаевич, вас минуты до перелома. Там было получено большинство общественного мнения, собраны соответствующие подписи. Но далее, далее предложили принимать решение по данному вопросу Думе городской. И Дума приняла решение, наперекор большинству общественного мнения, она приняла решение так, как она считала нужным. Мы не исключаем, что точно так же будет и здесь. Но мы убеждены, что большинство мы наберём. Мы голосов большинство наберём. Будет объявлен соответствующий опрос общественного мнения. Мы будем собирать подписи. И в данном отношении это будет основанием для того, чтобы... Есть конкретика, когда будет объявлено общественное мнение? Нет, пока нет. Мы хотели как раз посоветоваться и предварительно определить, как это будем делать. Но я вам больше того скажу. Если вот эта процедура не будет выполнена, которую предлагает нам Ковалёва, она цивилизованным методом предлагает, и мы там что-то такое будет, махинация или что-то такое, то мы в любом случае будем решать и искать частные земли. А в Кирове есть частные земли? Конечно, есть. А есть люди, которые на своей земле готовы поставить? Ну, это уже другой вопрос. А, то есть пока не было ещё предварительно разговоров? Нет, Аня, вы сейчас ведёте уже речь о некой разведывательной информации. Ну, конечно. Мы же не дураки, мы же отлично понимаем весь ход событий. И на примере Слободского мы не верим, что мы можем даже при решении, имея большинство, решить в свою пользу. Поэтому у нас есть оптимистические варианты, есть... Запасной план. Ну, не запасной, а пессимистический вариант, но чтобы мы всё равно поставленную цель и задачу выполнили. Валерий Турулов в нашей студии, лидер регионального отделения партии Родфронт. Мы сейчас небольшой перерыв сделаем на полминуты и вернёмся. Особое мнение на 101FM Программа «Особое мнение» продолжается. Валерий Турулов в нашей студии. Мы продолжаем про вчерашнюю пресс-конференцию, посвящённую установке или не установке памятника Сталину. Нет, установке. Она может быть решением уже такое или другое. Хорошо. Вопрос один. Установить. Значит, пресс-конференция не состоялась, Валерий Николаевич. Последний вопрос. Всё-таки пресс-конференция будет? Будет. И если да, то где и когда? Мы объявим об этом на этой неделе, потому что мы должны провести, соответственно, консультацию, найти коммерческую площадку, заплатить за неё, и пресс-конференция состоится. Мы объявим, ну, буквально, может быть, даже завтра. И на пресс-конференции будете как раз говорить о том, какие есть механизмы. Конечно. Какие есть механизмы. Нет, мы же цивилизованно должны подходить. Нисколько не сомневаюсь в ваших намерениях. Вот мне в следственных процедурах следственное управление следственного комитета говорит, а почему вы себя не ведёте так, как вот в Москве там взяли, бучу подняли и так далее? Я говорю, подождите, во-первых, это провокация. Мы немедленно будем экстремистами объявлять. Что значит бучу подняли? Ну, по выборам вот тогда ребята. Я поняла. Да, да, да. И там подключились различные. И, кстати, у вас этот вопрос уже есть. Мы сейчас к этому подберёмся ближе к концу программы. Валерий Николаевич, значит, я верно понимаю, коммунисты России с вами, а КПРФ от вас в этом вопросе отошла. Я помню, мы спрашивали, говорилось о том, что, возможно, мы договоримся. В итоге не договорились. Видимо, решили ставить свой памятник. Не знаю. Или не ставить. Я хотела вас спросить, следите ли вы за тем, что вообще происходит сейчас внутри регионального отделения КПРФ, потому что там последние 2-3 недели довольно активно обсуждается раскол, не раскол, ну, там некий развод, ссора между лидером наших кировских коммунистов Сергеем Мамаевым и депутатами, еще депутатами законодательного собрания. От фракции КПРФ. Да, от фракции КПРФ. Леонидом Сандаловым и Анатолием Чуриным. Сергей Павлович вчера в нашей студии был, объяснял, что утрируют СМИ и телеграм-каналы ситуацию. На самом деле ничего экстраординатного не происходит. А касательно Анатолия Чурина, он объяснял, что тот и не был членом партии, собственно говоря, был только во фракции. И, собственно говоря, из фракции был выведен, потому что является советником губернатора. А губернатор – это вот Единая Россия теперь и возглавляет он рекотделение. Как же так? Не знаю. Анатолий Чурин завтра в этой студии будет. Посмотрим, что скажет. Но у меня к вам вот какой вопрос. Скажите, на ваш взгляд, то, что происходит и то, что уже вышло в публичное поле, имидж коммунистов, как таковых коммунистов, роняет или нет? Ну, я вам могу только одно сказать. Если смотреть те факта, то, наверное, это выглядит как некая принципиальная позиция Компартии Российской Федерации. Но если смотреть динамики на периоде от выборов до выборов, то, наверное, вы помните, что я в свое время тоже баллотировался и по одномандатному округу шел от КПРФ, но затем в предвыборной кампании губернаторской меня четко и однозначно исключили из фракции КПРФ. То есть это было такое событие, меня исключали. Несмотря на то, что вы не единорос. Не единый рост, да. То есть, следовательно, я могу предположить, что есть некая стратегия у КПРФ, с которой, ну, не согласились ряд членов фракции КПРФ с этой стратегией, и это является поводом для того, чтобы точно так же, как со мной, можно было развести расправу. Развестись. Развестись. Да, Валерий Николаевич, тут вопрос на следующий. КПРФ, она имеет уже определенную наработку, ну, бренд, да, свой. И, следовательно, говорить о том, правильный шаг сделан или неправильный, теряет она свое лицо... Авторитет. Авторитет и лицо или не теряет. Я думаю, что вот система подобных фактов говорит о том, что это очень несерьезно, и КПРФ должна бы задуматься над тем, что нельзя так поступать, надо закладывать все эти варианты на этапе, когда вы даете эти мандаты соответствующим людям, а не продаете. Ага. Вот, это сейчас такое заявление прозвучало. А почему? Вы первый раз слышите, что ряд мандатов, которые... Нет, я слышала неоднократно, но слово «продаете» я так явно не слышала. А почему нет? Это нормально. Сегодня дело... Единая Россия тоже продает мандаты. Кто внес... Это особое мнение Валерия Турова. Нет, подождите. Обращаю ваше внимание. Нет, я могу это доказывать, и могу даже найти свидетелей, которых кинули в этом отношении. Я думаю, что прогноз этой истории в КПРФ каким-то образом, раскол, не раскол, не знаю, как это называть, скажется на показателях, на цифрах на ближайших выборах или нет? Я думаю, что скажется. И более того, если вы следите за законодательством по выборам, оно существенно изменилось, и сегодня центрального списка Компартии Российской Федерации не может уже выставлять, она должна по окружным спискам выставлять своих лидеров. И там, где будет Сергей Павлиныч или еще кто-то, не факт, что он сможет победить. Потому что сложилась неоднозначная позиция, кто такой Сергей Павлиныч. Понятно. Понятно, как личность. А с личностью ассоциируют и саму партию регионального уровня. Поэтому эта проблема, на мой взгляд, больше КПРФ. Не наша с вами. Не наша с вами, не наша. Да, это они пусть сегодня правильно и грамотно оценивают. Но если они ездили, и когда вопрос задавали Сергею Павлинычу на предыдущих выборах, а почему вы не вместе с Российской Коммунистической Рабочей Партией, и Сергей Павлиныч на полном серьезе убеждает всех или пытается убеждать, что Турулы – это американский шпион, а с американскими шпионами мы не в дружбе, но, извините, это уже, мне кажется, больничкой пахнет. Понятно. Так, переходим ко второму вашему статусу, так скажем, ко второму вашему статусу президента Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области. Поговорим сейчас о центральном рынке и, если успеем до перерыва, то еще о новой схеме размещения нестационарных торговых объектов в городе Кирове. Видели ли вы тот рисуночек, тот проект, который предлагается на общественные слушания по центральному рынку, по его видоизменению и реконструкции? Что скажете? Ну, нам с вами повезло, мы в теме уже не один год этой темы. Вы помните, тогда в альтернативу мы создавали профсоюзную организацию и говорили о том, что она жива, до сих пор работает. Да, она жива, она в номинальном порядке есть, существует. Несмотря на то, что Кислицын уехал в Китай работать, но организация есть, существует в номинальном порядке. Но мы-то говорили о чем? Что, ребята, для того, чтобы решать проблемы реконструкции, нам, наверное, надо с теми, кто на этом объекте работает, посоветоваться, создать совместную группу, комиссию и дальше запускать вот этот вот вопрос, как ее реконструировать не для того, чтобы на нем зарабатывать, а для того, чтобы создать благоприятные условия для бизнеса, малого бизнеса, самозанятых, и таким образом решать множество проблем города. Но при этом проигнорировали эту ситуацию и в очередной раз наступили на те же грабли, которые сегодня есть. Так, а почему вы считаете, что вот эта предложенная схема реконструкции, этот план реконструкции не отвечает интересам малого бизнеса и города? Я вот смотрю, вот просто смотрите, слушатели могут это все увидеть в интернете достаточно, там сообщения об этом нет. То, что я вижу, во-первых, значит, в центре, если я верно понимаю, в центре центрального рынка, там, где сейчас торговые ряды, те, которые на улице, да, появится большая цивилизованная парковка. На рынок можно будет заехать на машине, не крутиться там вокруг. Нет, все это мне понятно. Вот, появятся торговые павильоны, крытые, где продавцы будут работать в нормальных человеческих условиях. Кто инвестор? Вот, проблема-то в этом и заключается. Кто инвестор, тот и собственник этого, а дальше в аренду будет. Ему же надо будет отбивать эти денежки, это же возвратные деньги. Подождите, значит, опасность для предпринимателей вы видите в чем? В том, что арендная плата выросла? Конечно. То есть вы уверены в этом? И она на порядок выросла? Абсолютно. А предприниматели предупредили об этом уже? Или вы не знаете? Я знаю, что их не предупредили, их только предупредили, что мы будем переходить к цивилизованному рынку. Вот это их предупредили. Но вы тогда пригласите. В свое время Журавлев-то правильно говорил, необходимо создавать некое акционерное общество, или как мы его назовем, это уже другой вопрос, долевого участия всех предпринимателей, которые были бы заинтересованы и участвовали в создании этого объекта. Слушайте, а предпринимателям-то это надо самим? Конечно. Может быть, им надо просто нормальные создать условия для работы, определить определенные там... Аня, для этого надо пригласить их и с ними посоветоваться. А их же никто не пригласил, и никто с ними не советуется. И когда мы... Я недавно писал где-то месяца три или четыре назад на Шульгина письмо о том, что мы предлагаем провести встречу и проконсультироваться совместно, потому что неизвестность... Валерий Николаевич, вы со своей стороны предлагали, или это была инициатива предпринимателя, который работает? Ассоциации. Конечно, ассоциации. Я подписывал как президент. И в данном отношении ни слуха, ни духа в этом отношении нет. Ну, то есть, по принципу, знаете, почтальона Печкина, я вам документ принес, или посылку принес, но я вам ее не отдам, потому что у вас документа нет. Поэтому все из этой серии. По внешнему фактору вроде бы и слушания идут, и информация идет, а с теми, кто будут участники этого процесса, просто даже не разговаривают. Вы на слушаниях были, вот на представлении? А пойдете до 26, по-моему, я... Так, мне надо посмотреть. До 26 ноября, да, совершенно верно, продлятся слушания, и можно вносить изменения, как я понимаю, и предложения какие-то. Мы, по-моему, с вами или с кем-то уже поднимали этот вопрос, что подготавливается проектно-сметная документация, видение, техническое задание и так далее. То есть на уровне технического задания должны были состояться соответствующие консультациями с игроками в этом... Они не состоялись, это мы уже поняли. Не состоялись, поэтому дальше запущен механизм. Сказали А, скажут Б и так далее. Это все формальности. А вы думаете, что это фикция, да? Конечно, я убежден. И она будет фикцией. То есть те изменения, которые будут предлагаться в течение вот этой вот недели. Уже деньги вложены в соответствующие механизмы. Ну что вы, елки зеленые, ну как дети. Хорошо. Это же, ну, я, например, искушенный в этом вопросе человек, и отлично понимаю, что происходит. И эта технология, она уже проводилась в ряде регионов. Эта технология использовалась. Начиная от Москвы и заканчивая тем же самым Казанью, тем же самым Ишкар-Ала и так далее и тому подобное. Недавно я был там в этом, в Ростове, то же самое. Везде одна и та же самая технология. Везде одна технология. Одна и та же. Да, Валерий Николаевич, еще хотел спросить у вас. Те павильоны, которые собираются все-таки возводить, новые торговые павильоны, их площадь составит, если я не ошибаюсь, порядка 10 тысяч квадратных метров. Вот именно торговые площади, да? Да. Нужен такой объем торговых площадей в этом месте или нет? Ну, если они запрограммировали, значит, наверное, обосновывали, что он нужен. Значит, будут их пользоваться. Я же вам сказал, что с людьми никто не посоветовался. А там все же 1200 предпринимателей. 1200 предпринимателей. Сколько из них останется на рынке после реконструкции? Не знаю. Есть прогноз? Ценовой порядок сегодня... А по ценам прогноза, я так понимаю, тоже нет? Конечно. Нет, ценовой порядок, я имею в виду, продукции. Ведь на чем они сегодня держатся? Они предлагают альтернативные цены тем, которые присутствуют в городе. Ну, от 10 до 30 процентов разница, это существенно для обычного обывателя. И, следовательно, они на этом работают. То есть они минуют оптовые... Или на свежести. Плюс на контрафакте, то есть видимости. Поэтому они работают на этом. И в данном отношении... Это отдельный разговор, как нам навести порядок, это отдельная тема. Но они, как правило, работают на том, что есть оптовый поставщик где-то в Москве, промежуточное звено ликвидируют, оптовая наценка, она является их маржой. За счет чего они и живут. Они кидают цену на оптовый уровень и дают только розничную наценку. В результате продукция, если мы говорим о ширпотребе, то бросается где-то до 30 процентов, и при этом они еще 30 процентов получают. Вот схема такая. Сдержатся за счет цен. Конечно. Если аренда поднимется, мы все это понимаем. Если аренда поднимется, мы вырустят цену. Да, они вынуждены будут сравняться в ценовом порядке. И в таком случае уже не будут настолько привлекательны для покупателей. Все, и они просто погибнут. Да, Валерий Турулла, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса в нашей студии. Мы продолжим через полторы минуты. Особое мнение на 101FM. В нашей студии Валерий Туруллой мы продолжаем. Пока еще о малом и среднем бизнесе. Знакомились ли вы с новой схемой размещения нестационарных торговых объектов, который начнет действовать с января 2020 года и будет действовать до конца 2022? Ну, Аня, телефон горячий каждый день. Да. Потому что, да, предупредили ряд предпринимателей о том, что их объекты будут снесены. Ну, им так... Вы съезжаете. Да, вы съезжаете. А куда девать имущество и кто погасит теперь вот эти все затраты? Да, а там миллионные затраты. Об этом речи нет. Так, Валерий Николаевич, давайте сразу обозначим. То есть те предприниматели, которых предупредили о том, что они больше неугодны. Во-первых, чем они торгуют, да, что это за точки, продажи чего? Мы можем как-то обозначить. Различные. И объекты быстрого питания, это и объекты торговли цветами. Ну, они, в принципе-то там дают добро на цветы, но тем, чьи это павильоны, а если в аренду отдаётся под торговлю цветами, то уже долой и так далее. Поэтому там всякие есть объекты. То есть направленность разная? Разная направленность. Товары разные. Да, разная направленность. Предложили ли этим людям замену какую-то? Ничего не предложили. Ничего не предложили. Нет, подождите. Альтернативу не предложили. Либо сказали, вы ищите любые места, скажете, и мы без торгового вам эти места дадим. Но понятное дело, что это те места, которые, ну, как говорят предприниматели, неприкормленные. Ну, вот я сейчас просто цитирую по бизнес-новостям. В Ленинском районе определено схемой 86 мест для размещения НТО, и 33 из них свободны. В Октябрьском 66 мест, 32 свободны, то есть почти половина. В Первомайском свободна половина, 12 из 24. Но это данные где-то вот на первую половину ноября. Аня? Да. Мне кажется, мы не тем путём сейчас идём в рассуждениях. Да ладно? Да, конечно. Рассуждения должны быть следующие. Если убирают какие-то объекты, то должно быть обоснование, почему они должны оттуда уйти. И приглашают. Некрасиво. Кому? Чего? Это обсуждаемые вещи. Мы не один раз об этом говорили. В чём некрасиво? Скажите, буквой «Ю» сделать? Мы сделаем буквой «Ю». Не вошли в новую схему. Не запланированы. Вот. А теперь основания. А здесь теперь мы должны рассуждать следующим образом. Недавно, буквально в начале этого года, был принят закон новый о торговле и т.д. Которым рекомендовалось строго установить пропорциональность шаговой доступности нестациональных торговых объектов на тысячу населения. На тысячу населения. И мы в этом показателе не добираем. Следовательно, вопрос должен не ставиться, мне этот объект не нравится или нравится, а он должен стоять по-другому. Где ещё разместить объект? Валерий Николаевич, кто-то наказывает нас за то, что мы не добираем вот в этом списке, в этом рейтинге? Ну, вот главная проблема в этом и заключается. Значит, никто не наказывает. Да. Ну, то есть это фактически... Отмашка на то, что под видом того, что мы обеспечиваем... То ли есть, то ли нет. Да, обеспечиваем плотность там. Но там сказано опять в законодательстве, не менее, более, пожалуйста, делайте. А они это не менее берут за предельные показатели и говорят, у нас более, и поэтому надо убрать. Надо убрать. То есть, понимаете, перевёрнуто всё. Наизнанку всё перевёрнуто. Те люди, которые вам звонят, вы говорите, телефон горячий. Вы этих людей куда отправляете? И что им советуете? И вообще есть выход какой-то у них? Или только собраться и уехать? Ну, опыт, мы же знаете, мы ездили тогда с пикетами к приёмной президенту автобусами. Ну, это уже крайний шаг. Я вам говорю, что мы ездили, мы проводили забастовки, мы проводили голодовки. Каков результат? Заканчивалось тем, что просто плачевно это заканчивалось. Только вчера у меня Николай Павлович Коршунов был, и я говорю, ну, чего у нас с нашими объектами, которые у профсоюза были, их просто раздербанили. А это всё равно около 20 миллионов рублей профсоюзного имущества, которое мы безвозмездно передавали предпринимателям для того, чтобы они обеспечивали рабочие места. Так нет ничего. Ну, говорят, пять уголовных дел возбудили. Я говорю, а кто ответчик? Что за уголовные дела? Уголовные дела по возврату этого имущества. А, по возврату имущества, так. Его уже раздербанили, его увезли, часть продали и так далее. Нанесён существенный ущерб. А до сегодняшнего дня, это когда было? 14-й год, да? Пять лет назад. Пять лет назад. Вот пять лет мы ходим по инстанциям. И мы говорим, что малый бизнес поверит в какую-то правильную честную игру с государством. Да фигня это всё. Ну, подождите, то есть сейчас людям, которым предложено уехать, у них выход только один. Они могут собрать и уехать. Закрыть, да. И всё? То есть и никакие переговоры, разговоры, уговоры? В отличие там от Собянина, который хотя бы говорил, если вы пойдёте с нами на мировую, мы вам хотя бы компенсацию выплатим. Так. Ну, сделайте то же самое. Ну, компенсируйте. Ну, хорошее-то хоть что-то есть в этой схеме? Нету. Нету. Почему? Опять получается у нас... Подождите, родили о народе, Валерий Николаевич? Нет, ну, вы чего? Я бы вам тогда предложил... Вы чего маленькие? Аня, тогда предлагаю в анализе исходить не из принципа целесообразности, а в анализе исходить из классового подхода. Кому это не угодно? Не угодно крупному бизнесу. Ну, это первое, что напрашивают сюда. Ну, вот и всё. Ну, что тут говорить? Ведь всё становится на своих местах. Кто интересант и чего из... А какую социальную афишу мы здесь сделали? Или повестку, как мы сегодня, можно говорить, да, социально там, это не нравится кому-то. Да и найдут ещё людей, кому не нравится эхо Москвы, к примеру. Понимаешь? Я тоже могу. И они подписи соберут. Да. Но это не означает, что эхо Москвы плохая радиостанция. Понимаешь? Валерий Таруло в нашей студии, лидер регионального отделения партии Ротфронт, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса. У нас остаётся не так много времени, к сожалению, всего пять минут. Валерий Николаевич, была ещё одна важная тема, связанная с бизнесом, которая вроде как, ну, победа, не победа, не знаю. Депутаты городской думы на прошлом заседании отказались голосовать за повышенную ставку налога на имущество физических лиц, используемые в коммерческих целях. Я так понимаю, что это тоже ваша, ну, скажем так, целевая группа, да, потому что чаще всего всё-таки вот эти помещения, особенно те, которые до тысячи метров и которые теперь тоже будут облагаться, да, налогом, это всё-таки малый бизнес. Да. Вот вы это решение городской думы расцениваете как? Как победу малого бизнеса и малого и среднего бизнеса? Или как вот какой-то, не знаю, там, промежуточный итог, как событие, ну, которому ничего не смогли противопоставить? Ну, я, будучи председателем Комитета экономического развития, промышленности, торговли и предпринимательства, проходил тот этап, когда надо было снять определённые ограничения для того, чтобы приватизировать помещения и передать их малому бизнесу. На сегодняшний день для меня абсолютно понятно, что это своего рода была заманка для того, чтобы дальше получить надёжный источник дохода. А, получение налогов. Конечно, конечно. И тогда я лично выступал у увеличения. Да, это была стратегия, в рамках которой мы говорили, это победа, да. Вот в отношении сегодняшнего решения Государственной Городской Думы я считаю, что это временная победа. Да, это временная победа. Но это победа. Всё-таки так вы расцениваете. Да, это победа. Но надо ожидать, что произойдёт перегруппировка сил, произойдёт, и будет нанесён очень серьёзный удар по решению Государственной Городской Думы. Что вы имеете в виду? Ну, я думаю, что будут подобраны, а, соответствующие дополнительные аргументы, и, б, давление будет осуществлено на депутатов Городской Думы. В какие сроки? Я думаю, что в ближайшие. Потому что условия и правила игры поставлены не нами, это федералами поставлены условия. Если мы их выполним, тогда будет софинансирование нашего бюджета областного. А, то есть вы сейчас говорите о том же, о чём говорил Андрей Юсенко. А я не знаю, о чём Юсенко говорил. Андрей Юсенко говорил о том, что, с одной стороны, вроде бы хорошо, да, что бизнесу оставили ту же ставку в 1%, с другой стороны, ну, бизнесу, да, физическим лицам, которые в коммерческих целях свои помещения используют, с другой стороны, Москва действительно может задать вопрос. Ребята, если у вас так всё хорошо, и вы не повышаете налоги, хотя можете повысить это. Я же вам говорю, в своё время мы с Ковалёвой как раз спорили, когда она была министром финансов, и я говорю, Елена Васильевна, ведь это же неправильно. Она говорит, я понимаю, что это неправильно, но если мы это условие не обеспечим, то следующий шаг будет в том, что уряжет нам финансирование. И причём мы потеряем здесь, ну, скажем, миллион, а они дадут нам миллиарды. Вот о чём идёт речь. А может Гурдума в ближайшее время вернуться к рассмотрению этого вопроса? Я думаю, её заставят вернуться к этому вопросу. Кто заставит? Я, ну, мы не маленькие люди, не сегодняшнего дня в политике, да. Подождите, всё-таки со стороны области будет давление или со стороны города? Я думаю, что со стороны области будет давление. Со стороны области будет давление. Но там такие депутаты воздерживались, я вам скажу, от решения по этому вопросу, да, Валерий Крепостнов, Михаил Шихов. Вы думаете, на них можно надавить? А почему нет? А почему считаете, что нет? Поправят. Ведь в конечном счёте у Крепостнова тоже есть слабые звенья. И то, что он сегодня находится в льготном режиме существования в направлениях своего бизнеса, это же может измениться. Это расчёта делается, вы что делаете? Рычаги давления есть. Абсолютно. Скажут, Валерий Васильевич, вы берега, что ли, не видите? Ну-ка, вернитесь в свои берега, иначе у вас есть чего терять? Ой, сколько есть чего терять. К гражданскому обществу мы обратимся, у нас с вами минута остаётся, Валерий Николаевич, минута у нас остаётся на закон об иностранных, о гражданах, иностранных агентах, которые приняла во втором чтении Государственная Дума. Утвердила, да, и мы понимаем теперь, что в том же статусе, в котором у нас существуют некоторые некоммерческие организации, теперь могут существовать и физические лица. На самом деле непонятно почти ничего, как это будет работать, да, понятно только следующее, то есть если человек делится, например, в социальных сетях постом кого-нибудь, или там, не знаю, СМИ какого-то там, да, или какого-то организации, признанной иностранным агентом, человека тоже могут признать иностранным агентом. А дальше там от отчётности до огромных штрафов, санкций. И ещё более того, блокировка всех ваших ещё финансовых платежей, карты и так далее. Зачем это надо, Валерий Николаевич? Ну, я это уже проходил. В своё время у меня есть товарищ в Севастополе, и он имел неосторожность в соцсетях высказать плохими словами о Путине, да, там целая история. И немедленно, через две недели он узнаёт, что у него все счета заблокированы. Его объявляют неким экстремистом, агентом, который работает против властей, то есть уже этот элемент отработан. Ясно. Просто юридически подвели базу. Да, да. Подвели базу. А уже этот механизм работает. Он говорит, а кто, какое-то судебное решение есть. Он говорит, нет, никакого судебное. Позвонили и сказали, включите. Будет механизм борьбы с неугодными. Валерий Турулов в нашей студии. А вы говорите, Сталина не надо восстанавливать. Сталина надо восстанавливать. Подождите, не надо. Президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области в нашей студии. Спасибо большое. И вам спасибо. Да, особое мнение завершается. Особое мнение на 101FM